Класс N Далее Зердес говорит о высочайшей степени разврата бактрийцев и их садомских и других грехах, и их недвижности или застои, и о введении у них раскола, похожего на нашу хлыстовщину. Этот культ, как раскол броминства, называется у индусов буддизмом. В главном существе своем он общий парсам, индусам и европейским славянам и состоит в свальном грехе. Зердес пишет о нем довольно подробно, а Нестор упоминает о существовании его между древлян, родимичей, вятичей и северян. В новейшие времена он снова и неоднократно возникал в России. Преподобный Тихон Задонский проклинал какого-то ярила, ведшего в его время этот раскол с обрядом буддистов. Ну, тема стара, как видите, неискоренима. Уж где-где, а все эти садомские и буддистские веяния, так и, можно сказать, на сто ли процентов, но меньше немного, проникли во все учения мира, за исключением ислама, и то не везде. А уж в общество, тем более западное, просто воцарились тут во главе угла всего, что только мы видим и знаем. И далее. Много снега, вода и земля. В это время замерзает, что по этой причине нужно строить не только дома для жилья, но и зимные помещения для животных и закотовлять для них сено. При этом Зердес определяет, какие лица в нравственном и физическом отношении должны быть избраны для этой колонии, каких следует им взять с собой животных. И советует, чтобы избранные животные были благородной крови. Он не забыл даже и о необходимых для разведения в той стране растений. Если уж верить рассуждениям Классена по поводу бактрийцев, то можно привести и наши аргументы о родстве всех так называемых скифов, саков, сарматов, гуннов и так далее. По всей Евразии. Мы, конечно, над этим всем остановимся и более подробно в какой-то из ближайших наших статей, потому что много мы получили данных и сведений о родстве и о совершенно искаженном представлении скифов, как их дают Геродот и прочие греко-римские так называемые писатели, историки и географы. Совершенно не были эти племена ни дикими, ни чисто скотоводческими, а на земле евразийской так, как живут и поныне. Как бы невероятно нам это ныне бы не казалось. Классен пишет далее. Объясняя все вышесказанное, он, Зердест, между прочим, ясно определяет, что не все бактрицы были земледельцами, но что между них были и занимающиеся скотоводством кощующие племена, которых, как мы доводим, в древние времена называли Аланамид. А в средние, вероятно, по Аланамид, а потом уже и Полянамид. По нашему мнению, слово «поляне» произошло не от полей, как предполагают некоторые летописцы и, как говорят за ними наши историки, и потому это название не есть собственное имя народа, ибо Нестор говорит «поляне Ляхове сидят по Висле, а поляне Русове по Днестру». А из этого ясно, что слово «поляне» есть нарицательное имя, состоит подобно слову «по Руси» из двух слов «по Алани», то есть «сидящие на пастбищах» или «пастухи». Да и само слово «алань» сохранилось у нас и по сие времена в некоторых великорусских областных наречиях и означает «пастбище». Притом и Аллаунская возвышенность, столь богатая пастбищами, прозывалась прежде Алландскую. Это мы видим из всех почти древних историков, говорящих, что из Алландских гор вытекают реки Дон, Днепр, Волга и Двина. Следовательно, Алландские горы и Аллаунские составляют синонимы. Нельзя не согласиться с этой версией Классена, очень убедительно. Какие поля, когда там сплошные от Киева и особенно в местах вытекания Дона, Днепра, Волги и Двины, всевозможные холмы возвышенности. Поля – это представление совершенно убогое для объяснения всего этого. Ну и далее Классен пишет «Из истории мы видим, что подли каждого отдельного славянского племени сидели и Аллани, и напрасно полагали некоторые исследователи, что это все одни и те же Аллани, постоянно передвигающиеся с места на место. Аллан, Ружан и Гетов, хотя мы и находим в разных местностях Европы, но замечательно при этом обстоятельства, что в каждой такой местности мы встречаем непременно все эти три касты одну подли другой». Великолепное объяснение Классена. Понятное дело, что это не кастовость, уже может даже и кастовость, смотря о том, в какое время производится это описание. Ну и такова была варствовость ведических обществ, проарийских, прославянских. Возможно, именно то второе, вторая каста или варство было именно и каста воинов, служителей, а третье – именно земледельцев и так далее. Вплоть до четвертой, самой низшей. Мы попробуем дальше, не знаем, скорее всего, не в этой статье рассказать о именно таких же находках и определениях быта так называемых скифов. С понятиями скифами в Крыму не очень мы согласны. Это римско-греческое искоржение народа, живущего там, а это был один и тот же прославянский, проарийский народ. Но и тоже со скифами, и вот именно в Крыму они были земледельцами и оседлялись почти до 80% на земле. И это факт поселения, постройки для скота и так далее. Какой аргумент мы можем тут привести. Кочевники не строили бы постройки для скота и прочее. Ну и поселение просто. Почему мы говорим о Крыме? Потому что там кое в каких возвышенных местах их больше всего сохранилось. И по них мы проводим вот такие исследования и делаем вот такие выводы. В севернее же Крыма, где все уже уничтожил потоп, это сделать более трудно, почти невозможно в наше время. Ну, у Егора Классена свои мысли по этому поводу. И пока что не будем ему противоречить. А внимательно послушаем. Предложил же, что киевляне были поляне в том смысле слова, как мы его теперь принимаем. Нам делается ясно, что такое многочисленное племя подчинилось сперва малому числу хазар и платило им дань, а потом аскольду и диру, не могшим привезть с собой большой дружины. Пастухам ли сопротивляться даже в самой незначительной, но образованной в воинских делах силе? Ну, объяснять вам, наверное, не надо. Типа, воинское сословие незначительное было у хазар, но очень даже обученное в воинском деле. Однако, заметим, есть очень даже достоверное представление о том, что хазарское движение было абсолютно не то, какое оно представлено ныне иудейско-христианской версии. Абсолютно не тот, дорогие друзья. Потому все, что тут Классен как бы употребляет как истину, надо очень даже внимательно пересмотреть, дополнить и даже, возможно, отвергнуть. Но, однако, слушаем дальше. И так явствует, говорит он, что каждое славянское племя имело и своих гетов, именем которых обозначались воины, и как геты Аллани и Руги, в принимаемом нами смысле слова, суть именно нарисательной, то мы и встречаем их в истории слитыми с племенными именами, как, например, Алланерси или Русси Аллани, а то бишь Роксолани, друзья, Венды Аллани, перелаженные впоследствии в вандалы. Очень даже логично, как вот с этими русси Аллани, пастухи, это исты Роксоланы, а то Венды Аллани, вандалы, о которых так любят говорить немцы, что это их племя. Ну, какой бред, но что делать? И слушаем Классена, он прав в этом смысле. А что вандалы племени славянского нас убеждают еще и Адам Бременский, говоря, что Склавония, то есть славянская земля, обитаема винуулями, которых прежде называли вандалами. Он же говорит, что если включить в нее богемию и заодрую живущих полян, то бишь поляков, которые не отличаются от винулий ни наружным видом, ни языком, то вся эта Склавония будет в десять раз более Саксонии. Из этого же явствует несомненно, что вандалы были славяне и что настоящее их прозвище Венды Аллани. Да и весь Сенбрунской летописи они описаны вместе с Венедами, как с родичами их в одной статье под загламием «Венеды и вандалы». Очень интересное наблюдение Классена, за которым мы, если придерживаться всех фактов, к сожалению, официальной истории, но и не только, новым поиском и разработком подписываемся двумя руками, даже не умея писать, все равно подпишемся хоть рунами, хоть иероглифами. Продолжение следует...